Всего в Одинцовском районе планируется проверить 102 образовательных учреждения, 54 школы и 48 детских садов. Направлению проверки много. Общее состояние здания, прилегающая к нему территория, пищеблок, спортивные залы, санузлы, медпункты, а также помещения повышенной опасности, мастерские, кабинеты физики, химии и информатики. Также проверяется документация, кадровый состав, противопожарное состояние и антитеррористическая защищенность учреждений. И это далеко не полный перечень объектов проверки. Каждый год в два дня наши комиссии, которых в этом году создано 10, проверяют подготовку к новому учебному году, подготовку образовательных учреждений и наших детских садиков. Также в этом году и как и в прошлых годах мы проверяем негосударственные образовательные учреждения, то есть смотрим, как они готовы к новому учебному году. Хочется отметить, что в наших комиссиях не просто специалисты управления образования, директора общеобразовательных школ, заведующие детских садов, но это межтерриториальная такая комиссия, территориальная комиссия. То есть здесь вы видели представлены специалисты и автоинспекции, и госавтоинспекции, и инспектора по делам несовершеннолетних, и медицинский персонал. То есть каждый смотрит свое направление. Проверка началась с детского сада номер 72. Для инспекции в приоритете здоровье и безопасность дошкольников. Комиссия особенно тщательно осмотрела пищеблог, уличные площадки и медкабинет. После инспекции каждый член комиссии давал краткую оценку проверенному участку. 72-й детский сад в главе с заведующей Татьяной Бенбулатовой проверку выдержал достойно и не получил ни единого замечания. В этом детском садике огромное внимание уделяется оздоровлению наших малышей. Поэтому ту базу, которая была создана и которая поддерживается, вам огромное спасибо. Вообще за работу, которую вы сделали, как председатель сегодня, говорю вам огромное спасибо. Вы готовы к новому учебному году. Следующий пункт проверки лицей номер 6. Его готовность также оценили на отлично. Члены комиссии отметили, что это одно из немногих образовательных учреждений, в котором могут учиться люди с ограниченными возможностями здоровья. В рамках программы «Доступная среда» в лицее появились пандусы, по которым можно заезжать на коляске и оборудованы туалеты. Пока школы готовятся к проверкам, дети готовятся к школе. Мне 5 лет, а я уже не умею читать, но подготовлюсь к школе. Я читаю, я пишу цифры, я примеры решаю. 1 сентября в школы и детские сады Одинцовского района отправятся свыше 44 тысяч детей. И именно они смогут дать окончательную оценку проделанной летом работе. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.